Добро пожаловать в этот третий урок по массивам. Сегодня мы будем рассматривать многомерные массивы, то есть массивы, у которых более одного измерения, то бишь матрицы, ну, такого типа вещи. И я хочу сегодня начать с картинки. То есть вот я нарисовал картиночку маленькую. Это что мы сейчас с вами закодируем. То бишь, вот перед вами доска. Доска для крестиков ноликов. И я поделил все квадраты и назвал каждый квадрат. То есть вот первый квадрат ноль, второй единица и так далее по квадратам. Но если вы заметите, эта таблица не одномерная, то есть не просто у нее два измерения, по горизонтали и по вертикали, x и y. Вот. И мы так ее и запишем в нашем коде. И наша задача сейчас на этом уроке перевести число, заданное пользователем, например, 6. То есть, так, это у меня еще с прошлого осталось. Я тут делал это неправильно вообще-то. Не 6 мы переводим число. 6 туда не идет. А в данном случае это было бы число, скажем, 5. Так, почему у нас такое большое? То есть, переводим число 5, да, и получаем вот сюда, да, то есть число 5 и получаем x вот в эту позицию. Ну, давайте же посмотрим, как это можно закодировать. Вот. И в конце концов можете делать свою программу для крестиков-ноликов. Ну, может, мы это обсудим потом тоже. Вот. Так что у меня сейчас шаблон стоит для обычной программы. GetCh, вы помните, это нужно только для Windows-овских компайлеров и для DevC++. Другие компайлеры сами ставят паузу, так что не волнуйтесь. Компиляторы. Так, значит, начнем. Что мы хотим? Мы хотим, во-первых, ввод, чтобы человек ввел число. Так что мы пишем число. Назовем его Choice, по-английски число. И please enter a number. То есть, пожалуйста, введите число. Ну, заодно урок английского, да. И мы вводим число Choice. Так. Please enter a number. То есть, введите число. Он ввел число. Но, скорее всего, лучше показать человеку диаграмму, чтобы он понимал, что от него хотят. Так что давайте вот так вот и покажем ему эту диаграмму. Да. Вот, и так, три раза. Значит, здесь три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Чтобы человек знал фактически, что от него хотят. Так, здесь можем даже пропустить две строчки. Please enter a number. То есть, он ввел свой номер. Сейчас мы сделаем, мы напишем наш массив. Массив будет характеров. То есть, знаков. Массив мы назовем Board. И дадим ему значение 3 на 3. Массив 3 на 3. Вот. И инициализацию поставим на нуле. То есть, все элементы будут пустые пока. Вот. И давайте сразу же тогда... Ну, давайте сначала посмотрим, как же выглядит наш массив. То есть, вот мы пишем небольшой цикл, да. Чтобы прокрутить наш массив через цикл. Сейчас мы его вот сюда. Оп. Копи. Так. Сделали копию. Вот. И... Что-то у меня... У меня глюки. Вот. Вот. Так. Хорошо. Сделали копию. А, здесь J под индексом. Стоит. Ай не повторяем. Вот. И здесь пишем... Что мы пишем? Мы пишем... Cout. То есть, вставляем... Board of I. J. Например. Да? И... Как мы вставляем? А, вставляем вот сюда. То есть, вот так мы его напишем. И... Мы можем даже написать по-другому. Но это два цикла. Первый проходит по... По горизонтали. Нет. Первый проходит по вертикали. Второй по горизонтали. И вот мы сначала по вертикали. Сначала выбираем вертикаль. Рисуем три горизонтальных. Потом следующую вертикаль. И так далее. Вот. И давайте же посмотрим, что у нас получилось в данном случае. А в данном случае получилось... А, еще пока ничего не получилось. Так. А, я забыл здесь пропустить... Пропустить строчку в конце цикла. Сейчас. А то опять неправильно получилось. Ну, допустим, любой номер введем. Вот у нас пустая эта диаграмма. Тут лишняя... Лишняя в конце палочка. Но мы о ней пока заботиться не будем. Хотя можем даже теоретически и позаботиться. Это быстро. Так что мы пишем просто if j не равняется двум, просто выписываем вот эту вот палочку. Ну, это уже детали. Так. А теперь мы хотим перевести choice, то есть выбор от нуля до восьми, в эти индексы. Да. И как же мы это сделаем? Ну, если мы заметим, мы можем, во-первых, поделить тройку на... То есть число, выбранное пользователем, на тройку. То есть мы тут сделаем число, назовем его x. Да? Или нет, не x, а y. Потому что это ряд. Это по вертикали, да? int y равняется, значит, choice, деленный на 3. А x равняется choice mod 3. Модуль 3 на 3. Почему? Потому что вот здесь, если модуль равняется нулю, то если остаток равняется нулю, то нулевая колонка, если остаток равняется единице и так далее. То есть вот у нас x и y. Вот. И мы можем поставить после этого board. Ну, пока оставим. Посмотрим, что у нас доска работает. О, видите, доска у нас работает. И теперь мы поставим на позицию, выбранную нами, x и y. Board x, y. то есть, да, равняется x. И сейчас я проверю, так как я не уверен, какая идет первая. Допустим, поставим двойку. О, видите, поставил не туда. То есть сначала идет y, сначала идет вертикаль, а потом уже идет горизонталь. Что, впрочем, логично, потому что мы так и пишем. Сначала у нас цикл внутренний идет горизонталь, то есть выписывается сначала горизонталь, а потом вертикаль. Ну, то есть здесь ставим y, здесь ставим x. И у нас получается, допустим, введем семерочку. То есть x поставили вот в седьмую позицию. Ну-ка, еще раз давайте введем двоечку. Поставили вот сюда x. Ну, и последний раз давайте введем, скажем, число пять. И вот x поставили вот сюда. Ну, хорошо. Надеюсь, вам понравилось это вводное видео в многомерные массивы. Домашнее задание, если хотите, попробовать написать такую программу, на которой два человека могут играть в крестики-нолики. Потом мы уже рассмотрим, как в нее, как вводить компьютерного игрока, как там еще чего-то делать. Ну, вот пока можете попробовать добавить второго игрока, и чтобы менялось крестики-нолики, крестики-нолики. Ну, хорошо. Я прощаюсь с вами. И надеюсь увидеть вас на следующем уроке. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok